Центр содействия занятости молодежи закрыт. Теперь в здании у вокзала занимаются продвижением петрозаводского туризма. На место безработных подростков по замыслу должны прийти заинтересованные в отдыхе гости города. Петрозаводский центр фактически стал абсолютным дублем такой же республиканской организации – информационного туристского центра Карелии. Но это в коридорах городской мэрии никого не смутило. Двери в Петрозаводск информационный центр готов распахнуть за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Таков бюджет организации, в которой работают 8 человек. Возглавляет команду Александра Ермоленко, дочь заместителя мэра Петрозаводска Риммы Ермоленко. Ранее Ермоленко-младшая занимала пост директора Центра содействия занятости молодежи, но покинула должность по требованию прокуратуры. В надзорном органе выяснили, что Александра Ермоленко получила пост без аттестации и вне конкурса. Без работы дочь заместителя мэра была недолго. Город достоин того, чтобы здесь был туристский центр. Ну, а правильно ли было мое назначение, пока же только время. Я думаю, что в большей степени нужно говорить не о том, даже не о личности, которая возглавляет центр, а что делает центр, это намного важнее. Из почти трехмиллионного бюджета центра на развитие петрозаводского туризма будет выделено 300 тысяч рублей. На продвижение чего пойдут эти деньги? Чем заняться туристу в Петрозаводске? Информационный центр выпустил специальную карту. На ней кружочками отмечены достопримечательности города. Однако нам видится, что карта эта неполная. Здание полуразрушенной поликлиники уже давно скрывает выцветшая сетка. Разумеется, для ветхой постройки не нашлось места на карте достопримечательностей. Скандальный Биг Бен – подарок влиятельного бизнесмена городу Петрозаводску. Башни с часами тоже нет на карте достопримечательностей. А вот за этих ребят действительно обидно. Образец народного творчества на улице Правды вполне мог претендовать на то, чтобы оказаться в списке петрозаводских достопримечательностей. Но авторы карты почему-то скульптуры проигнорировали. Рядом с детским миром мало кем замеченный стоит мрачный памятник карельскому туризму. Монумент, почему-то похожий на надгробье, хранит тайну, где в карельской столице лучший отдых. В принципе, к этой композиции тоже можно отправлять гостей Петрозаводска.